Ты что тут делаешь? Привет, понимаешь? Я тут вот... А что я? Я ведь даже ничего не сделал! Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить... Мы это главное, концовка мы это главное! Не забываем пошипать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Мне все равно, где я! Главное, что я с тобой! Я был сильно ошеломлен таким поведением Ульяны! Ты что тут вдруг? Мои уши покраснели! И совершенно не обратив внимания на заданный мною вопрос, Ульяна продолжила... Как хорошо, что я встретила тебя! У меня почти никогда не было блеских людей, только друзья! И мне всегда казалось, что я никогда не встречу настолько близкого для меня человека! И я так боялась, что после потери родителей больше никогда не обрету родных! Ну вот он ты! Сёма! Её слова пробирали меня до глубины души. Я аккуратно высвободился из объятий девочки и повернулся к ней лицом. Тусклый свет немного освещал её совершенно обнажённое тело. Большие доверчивые глаза, мокрые распущенные волосы и румяное от страсти лицо. Мы слились в поцелуя! Этот миг уносил нас куда-то совершенно далеко. Подальше от всех проблемы не заурядец. Туда, где были только мы вдвоём. Наедине. Я лишь чувствовал очень быстрые и тяжёлые вздохи Ульяна. Чувствовал, как сильно и часто вздымалась её маленькая грудь. Мы были как никогда близки к тому, чтобы перейти грань дозволенного. И предаться удовлетворению плоских потребностей. И мне так хотелось перейти черту, стать с ней ещё ближе. Почти единым целым. Но! В глубине души я понимал, что Ульяна к этому бою была совершенной и полностью не готова. Ради неё я смог вовремя остановить себя, пересилив своё невыносимое желание. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Ух, пронесло. Укутавшись тёплыми пледами, мы лежали у костра и разглядывали небо, которое сегодня не раз уже успело удивить своей яркостью. Вокруг царила полная тишина. Лишь изредка потрескивали ветки, горящие в костре. Ульяна нарушила молчание первой. Как думаешь, что ждёт нас завтра? Ты имеешь в виду отъезд? Я так не хочу уезжать, потому что... Ульяна запнулась. Но я всё понял и так. Возвращаешься в детский дом? Грустно спросил я. Сёма! Она повернулась ко мне и заглянула прямо в глаза. Пожалуйста, пообещай мне, что ты не забудешь меня после лагеря. Нет, ни за что. Честно, честно? Её тонкий голосок искрил беспрекословным доверием. Клянусь. Когда берёмся до лагеря, обязательно обменяемся контактами. Я отлично понимал опасения Ульяны и старался максимально её успокоить. Понимал я их по той простой причине, что так же, как и она, сильно нервничал при мыслях о нашем завтрашнем расставании. Несмотря на полностью успокоивающий тон моего голоса, Ульяна продолжала переживать. А ты сможешь меня навещать, хоть иногда? Посмотрев в глаза Ульяне, я тепло ей улыбнулся. Приложу все усилия. И звонить тоже будешь? Ты ещё устать от меня успеешь. Я непринуждённо усмехнулся. Я... Она прижалась ещё плотнее и едва слышно прошептала мне на ухо. Люблю тебя, Сёма! Полностью, лёжа на мне, она закрыла глаза и громко засопела. Я решил не тревожить девочку и дать ей немного поспать. К сожалению, я совсем не заметил, как мои веки отяжелели и сомкнулись, погружая меня в мир сновидений. День седьмой. Блин, эти переходы по полчаса, я и забыл про них. А как они в домике оказались? Говорят, утро начинается не с кофе. В данный момент я абсолютно точно согласен с этим высказыванием. Оно начинается с пробуждения у мягкой кровати с прекрасно юной особой под боком. А ещё это утро началось с полной тишины и спокойствия. Окончательно разомкнув глаза, я слегка оглядел в всеобщую безмятежность. За приоткрытым окном пели птицы, а солнце медленно пробивало свои первые лучи внутрь домика. Самая настоящая тишда гладь. На ухо мне сопела Ульяна, буквально обвив с собой моё тело. Из одежды на ней была лишь длинная тонкая майка, так небрежно просвечивающая всё под ярким светом. Мы лежали вместе на кровати Ульяна, укрытая одним одеялом. Как же не хочется просыпаться. Так. Я ещё раз обвёл глазами весь домик. Стоп, 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 стоп. Какого? Я подскочил с кровати и огляделся. Что я здесь делаю? Нет, что мы здесь делаем? Точно помню, как мы вместе с Ульяной заснули у костра. Ничего не понимаю. Либо у меня начинается прогрессивная амнезия, либо здесь действительно чё-то не так. Нужно срочно разбудить Ульяну и узнать её мнение относительно происходящего. Я уже хотел было приступить к задуманному, как вдруг дверь домика отворилась, и в помещение с огромной скоростью влетела двочамская. «Проснись и пой, Ульяна!» Она удивленно замерла и уставилась на меня. У меня была аналогичная реакция. «Ты что тут делаешь?» А я уж думал, где же Алиса? Как-никак, это и её домик тоже. Легко она помене, что сказать. Она продолжала стоять на месте и шокировано на меня смотреть. «Привет, понимаешь, я тут вот-то...» «То что я?» «Я ведь даже ничего не сделал!» «Почему она таращится на меня, как на маньяка-извращенца?» Двочевская стояла словно статуя. Я пригляделся к её лицу. Взгляд Алисы был направлен на меня, но несколько ниже. Я опустил взгляд вниз. Странноватое получается дело. На мне не было никакой одежды, кроме единственного предмета нижнего белья. Я снова посмотрел на Алису. Её лицо принимало всё более алый оттенок. Настолько алый, что позавидовал бы самый зрелый помидор. «Ты чем здесь занимаешься?» Я инстинктивно прикрыл своё хозяйство руками. Начал осторожные переговоры с Алисой, боясь, что она подумает обо мне ещё что-то не то. «Всё совсем не так, как тебе кажется!» Медленно начал я. «А что мне кажется?» Таким же неторопливым тоном спросила она. «Сложная ситуация на самом деле». Я заметил, как Алиса начала плавно разворачиваться обратно к двери. «Ты куда собралась?» «Никуда», — ответила Алиса, продолжая разворачиваться. Я прекрасно понимал, о чём были её мысли и попытался оправдаться. «Ну нет!» «Ты ведь не думаешь, что я и правда!» Я не успел договорить, как Алиса, развернувшись, взяла быстрый разбег на улицу. Она буквально протаранила с собой дверь. «Подожди, ты куда?» Что-то мне подсказывает, что лучше уходить отсюда как можно скорее. «Блин, где моя одежда?» Несмотря на все шумы и возню, которые я создавал, шарахаясь по домику в поисках своей одежды, Ульяна продолжала крепко спать. Дела тем временем принимали ещё более странный оборот. Я перерал буквально весь домик, но таки не нашёл своей одежды. Внезапно я услышал голоса за дверью. «Двачевская, если это опять твои шутки?» «Да нет же, он точно здесь!» «Супер!» Это была одна из тех ситуаций, когда я даже не успел толком ничего обдумать. Один мощный выстрел адреналина в кровь, и я уже схватил первую попавшуюся под руку простынь, ныряю в открытое окно. Утро начинается не с кофе. Она начинается с ушибленного колена. Едва я успел покинуть домик, как услышал звук открывающейся двери. Я быстро занял позицию в кустах. На улицу вышла Алиса в компании Ольги Дмитриевны. Двачевская, может быть, ты хотя бы в последний день дашь мне покоя? Просто ужас какой-то. Никакого уважения к старшим. Но Ольга Дмитриевна, он точно был здесь. Наверное, убежал. Не хочу слушать никаких оправданий, Двачевская. Повезло тебе, что я сейчас сильно занята. Иначе твоё наказание было бы суровым. Ольга Дмитриевна сердито потопала прочь, оставив Алису в полном замешательстве. Алиса, Алиса, как не стыдно. Вместо того, чтобы выслушать объяснение, сразу же решила сдать меня вожатой. Впрочем, я её не виню. Ситуация получилась неоднозначная. Пусть она немного остынет, а я позже ей всё объясню. К тому же, у меня сейчас есть проблема и посерьёзней. Мой текущий гардероб оставляют желать лучшего. Мне срочно нужно его обновить. И, кажется, я знаю где. Я, словно римский император, шагал по улице, обёрнутый одним единственным белым покрывалом. Путь мой был поистине долгим. Повезло, что в силу раннего утра по дороге никто не встретился. Уже, блин, какой-то закат. Утро начинается не с кофе. Оно начинается с незаконного проникновения на склад. Обойдя несколько стеллажей, я нашёл тот, на котором были рассортированы вещи, составляющие пионерскую форму. Прикидывая размеры на глаз, я быстро соорудил себе комплект и не менее быстро облачился в него. Положение, в котором я находился, было настолько экстренным, что я даже сумел правильно повязать галстук с первого раза. Покидал я склад уже в приподнятом настроении. Думаю, стоит навестить Алису и поговорить с ней. В конце концов, я ни в чём не виновен. Я отправился к своему месту преступления. Чем ближе я подходил к домику девочек, тем неувереннее был мой шаг. Не, ну а чё я скажу Алисе? Извини, что каким-то непонятным образом оказался в неглиже посередине твоей жилплощади. Даже если это сущая правда, звучит она слишком уж дико. Подойдя к крыльцу, я услышал разговор, доносящийся изнутри. Похоже, Ульяна проснулась. Я решил постачаться в дверь, дабы избежать новых казусов. Заходите! Девочки прекратили свой разговор и повернулись в мою сторону. В этот раз приём был вполне радушным. Хороший знак. Завидев меня Алисов, но снова принялась румяниться. Но, тем не менее, её реакция была гораздо спокойнее пред... Блядь, предыдущей. Алиса. Прежде чем снова бежать за Ольгой, просто выслушай меня. Видишь ли, я оказался здесь по причине. Ульяна, словно опомнившись, начала подыгрывать... Подпрыгив... Блядь, подпрыгивать. За спиной Алисы и размахивать руками. Она подаёт мне какой-то сигнал. Настолько загулялся, что побоялся идти спать к себе? А? Ульяна уже рассказала мне, как вы вчера допоздна бродили по лагерю. Будь я здесь и вчера ночевать бы тебе на улице. Алиса усмехнулась. Ну как, весело было спать на полу? Да не то слово. Я старался максимально подыгрывать. Ну а что мне ещё остаётся делать? Не переживай-то так, я и сама в домике не ночевала. Гордо произнесла двача. Интересно, как это понимать? Провела всю ночь в музыкальном кружке. Тоже решила поспать на полу. Да нет же. И вообще не перебивай меня, а то снова Ольгу Дмитриевну позову. Вот они, женские манипуляции. Вас понял? Я послушно замолчал. Помнишь эту гитару? Алиса указала на инструмент, лежащий у неё на кровати. Да как же не помнить? Вчера эта гитара была в центре внимания. Да, отличная гитара. Реквизит лагеря. Мне на такую никогда не накопить. Вот от да. Уже который раз я вижу искреннюю Алису. Значит, проводила время в творческом одиночестве? Примерно так. Тебе, девочка, ещё только предстоит горько убереться в несправедливости нашего мира. Я чем-нибудь могу помочь. Нечем здесь помогать. Алиса, лениво закинув гитару на плечо, поплелась к двери. Ты куда? Отнесу реквизит на место. Проводив взглядом Алису, я покачал головой. Стопа, если она всю ночь спала с гит... Ну, была с гитарой в кружке. Ты чё, гитара теперь тут делает? Чё она её там не оставила? Проводив взглядом Алису, я покачал головой. И я её понимаю. Расставаться с любимыми всегда тяжело. Да! Грустно подтвердила Ульяна. Она прекрасно уловила двусмысленность моей реплики. Я прошёл вглубь домика и лениво упал на кровать. Она присела рядом. Ты не знаешь, как мы сюда вернулись? Ага. Коллективная амнезия, стало быть. Просто мы вчера уснули, но... Ульяна остановилась на полусловие. Я задаченно взглянул на неё. Лицо девочки постепенно расходился лёгкий румянец. Утренняя неловкость за вечерние поступки. Я улыбнулся, но тему решил не разбивать. Неровен час, тоже засмущаюсь. Учитывая события у костра. Честно сказать, сам не представляю. Как и ты, проснулся я уже здесь. Думаешь, это как-то связано с твоим вчерашним... Помутнением? Я до сих пор ума не приложу, что на меня вчера нашло. Боюсь даже предположить. Горн моментально оживил нас. Помнится, вчера я жаловался на забитость столовой. Аааа, зря! Сегодня местное положение дел было гораздо хуже. По всей видимости, перед отъездом у всего лагеря проснулся внезапный аппетит. Но даже несмотря на плачевность ситуации, из нас с Ульяной вышел неплохой тандам. Прибегнув к небольшой хитрости и ульяниным трюкам с насекомыми, мы с легкостью отвоевали положенный нам столик. Мы едва усели расположиться на своих местах, когда к нам пожаловала Алиса. Она молча села с нами и принялась за еду. Но быстро сломалась под нашими любопытными взглядами. «Отдала гитару», — подтвердила она. Внезапно на лице ульяны нарисовалась хитрейшая ухмалка. Она анергично придвинулась к подруге. «Если хочешь, можем её... того?» «Совсем, что ли?» «Вздумала её украсть?» «Странно, что ты раньше этого не сделала, Алиса». «Нет, ни за что!» «Такая вещь не может принадлежать кому-то. Она должна радовать всех!» Алиса снова удивила меня. Всё-таки к таким вещам она относилась куда серьёзнее меня. Думаю, она абсолютно права, и нам не нужно ничего предпринимать по этому поводу. В процессе поглощения советских блюд я краем глазу ловил Ольгу Дмитриевну. Вожатая бегала оттуда-сюда по столовой в торопях... Торопях заполняя какие-то бумаги. Плюсом всей этой суматохи являлось, конечно же, то, что Ольге Дмитриевне было совсем не до нас с Ульяной. Затем у Тихомириев пионирована сделала своё объявление. «Ребята!» До отъезда всего пара часов, не затягивайте со сбором вещей. Отдельно вас ждать никто не будет. «Понял!» Я перевёл взгляд на опомнившиеся лица девочек. «Собрать!» «Вещи!» «Девушки!» Я вздохнул. Я покидал столовую в смешанных чувствах. Я заметил, как оживились девочки, видим, нужно было срочно собирать... Начинать сборы. А что я? Человек, у которого из вещей, телефон, ушедший на корм рыбам и сигареты, которые он, по всей видимости, бросил курить. Лениво перебирая ногами по нагревшемуся от полуденного солнца асфальту и считая ворон, я заметил Лену и Славию, сидящих на скамейке в противоволожном конце площади. И вот подойдёт он к ним или нет, мы узнаем уже в следующий раз. А сегодня на этом всё, так что всем спасибо за просмотр и всем пока! Вернись ко мне, моя мечта, из уголков пустой вселенной. Субтитры сделал DimaTorzok